Пекинес Пекинес одна из самых древних пород собак. Их история начинается тысячи лет назад в Древнем Китае. В те далекие времена владеть Пекинесом имел право только император и его семья, так как собак считали духами-охранниками с внешностью маленького льва. Чтобы собака охраняла императора и после смерти, бедное животное хоронили вместе с хозяином. Но в наше время Пекинесы являются исключительно добрым, веселым другом человека, проживающим полную счастливую жизнь. Пекинес — это очень непростая собачка. Царственные замашки, присущие этой породе, на генном уровне. Даже после столетий обычной домашней жизни им свойственно чувство собственного достоинства и гордости. Дополняет картину развитый интеллект. Пушистый питомец абсолютно уверен в собственном великолепии. Пекинес станет отличным другом и компаньоном. Эти собаки сильно привязываются к хозяину. Правда, потом можно столкнуться с таким явлением, как ревность. Пекинесы не любят делить своего человека ни с кем более. Данная порода подходит для всех. Но маленьким детям следует быть осторожным со щенком, да и взрослой собакой, чтобы не травмировать ее. Будьте готовы к тому, что собаки этой породы довольно громко храпят и частенько чихают. Это происходит из-за брахицефалии короткой мордочки. Свою историю порода Пекинес, от названия города Пекин, начала в императорском Китае. Там этих существ называли солнечными и львиными собачками, жемчужинами, сравнивали с цветком лотоса. А появление первого в мире Пекинеса овеяно легендами. Согласно первой версии, Пекинес — это лев, который ради любви к обезьяне пожертвовал своей статью и звериной мощью. От царя зверей у собачки остались только безмерная отвага, властность и неустрашимость. Вторая легенда называют родителей Пекинеса. Ими стали прекрасные принцы-принцесса, которых превратили в белку и цветок лотоса. По воле Будды их дитя стало пушистым и прекрасным, унаследовав от родителей самые лучшие черты. Так или иначе, но жизнь этой прекрасной породы во все времена была поистине сказочной. В Китае содержать Пекинеса могли только члены императорской фамилии. Каждый, кто пытался вынести собаку из дворца, был немедленно казнен. Немногие были удостоены чести видеть пса собственными глазами. Каждый Пекинес имел свой штат-прислуги. Этих животных почитали и берегли как священных. Пекинесы всемирно известны и любимы. Существует несколько разных стандартов пород. Английский, российский и американский. Но значительных расхождений в критериях оценки нет. Различия в основном касаются веса и размера собаки. Рост до 23 сантиметров. Вес до 5,5 килограмм. Глаза у песика большие, слегка на выкате. Нос черный, ноздри широкие. Уши сердцевидные, плотно прилягающие. Шерстяной покров густой. Волосы длинные, есть подшерсток. Допустимы любые однотонные и цветные окрасы. Продолжительность жизни до 15 лет. Пекинесы отлично подходят для комнатного содержания. Это не та порода, которой нужны длительные прогулки и физические нагрузки. Собака с удовольствием прогуляется с вами до магазина, посидит в парке на лавочке, степенно пройдет по аллее. Пекинесы умеют бегать и резвиться, но делают это в удовольствие и по настроению. Далеко не на каждой прогулке. Шерсть пекинеса состоит из двух типов волос. Длинных и жестких, коротких и тонких. Этих собак следует как можно чаще причесывать и вычесывать. Это, во-первых, делает их красивыми, а во-вторых, предупреждает скатывание шерсти в колтуны. На лапах, вокруг подушечек, шерсть обрезают, когти подстригают, складки на переносице протирают. Периодически собаку купают шампунем. Для пекинесов характерны некоторые заболевания, такие как выворот века или катаракта, болезни дыхательных путей, проблемы с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом, сердечная недостаточность. Питание должно быть полноценным и сбалансированным. Пекинесы – большие привереды, поэтому важно подобрать тот вид пищи, который собака будет кушать с удовольствием, и при этом получать все необходимые питательные вещества. Если вы мечтаете о собаке императорских кровей, то помните, что – это маленькие песики, которые отлично подходят для содержания в квартире. Не требуют активных прогулок, потому подходят занятым людям. Особого ухода требуют шерсть, уши и глаза. Имеют некоторые генетические заболевания. Требуют сбалансированного питания. Не агрессивны, хорошо ладятся всеми членами семьи и детьми. Субтитры подогнал «Симон»!